Ряд важных социальных вопросов обсуждали сегодня депутаты Верховного Совета. Сразу два пункта повестки парламентской сессии касаются жилья для детей-сирот. Итак, в первом случае выступило Министерство образования. Речь идет о сиротах, претендующих на бесплатную жилплощадь, которые достигли 23 лет и, что самое важное, уже не проживают на территории Хакасии. Так вот, в правительстве предлагают не лишать их за это жилищного сертификата, как предлагалось ранее. Депутаты идею одобрили. Со своей инициативой выступил глава Ширинского района. Андрей Диринг заявил, что в своем лице представляет интерес Ассоциации муниципальных образований, а там, в свою очередь, предлагают включить понятие «недостаток средств» в перечень оснований для передачи полномочий по обеспечению детей-сирот жильем с районов на республику. У нас на сегодняшний день более 2000 человек находятся в очереди на получение жилья. Если бы одномоментно нам нужно было бы закрыть эту тему, нам из республиканского бюджета в среднем нужно от 2 до 4 миллиардов рублей. Впрочем, проект закона даже не был принят за основу. Из 49 депутатов запроголосовало только 25. Формально этого достаточно для принятия решений. На этом пыталась настаивать и Светлана Могилина. Но спикер парламента, очевидно, решил встать на сторону правительства и оставить все как есть. Ведь в случае принятия именно правительству пришлось бы в перспективе искать дополнительные средства на жилье сиротам. А пока это так и останется головной болью районов. Я считаю, что нужно разговаривать, а не отправлять субъект. Прекратите прокурорский тон. Что вы тут навязываете опять? Обращайте внимание, все идиоты не понимают, а вы обращаете все. Остановитесь. И основные принципы не надо отменять, которые заложены в нашем законодательстве. Продолжение следует...